Этот Новый год Барнаул проведет по-домашнему. Особых излишеств в украшении города ждать не стоит. Такой логики придерживаются во многих учреждениях краевой столицы. В этом году мы используем уже имеющееся украшение на Новый год. Нового не заказываем, как и все, наверное, в этом году. Из украшения у нас самая главная елка шестиметровая ель. Для ее украшения мы объявили конкурс на создание игрушки. Уже у нас есть первые участники, 5 человек, 8 игрушек перенесли на конкурс. До 20 декабря мы принимаем игрушки, 22-го будем украшать елку, 24-го можно будет прийти на праздник и торжественно мы откроем нашу главную елку. А на Барнаульском Арбате создают сказку – 60 кубометров ледовых блоков. Из них вырастут герои советских новогодних открыток – Дед Мороз и Снегурочка. Для самых маленьких установят две горки. Мы традиционно будем устанавливать там праздничную ель. Кроме того, будет установка световых элементов, а именно новогодние елочные шары, световые ели, светодиодные цветы. Также будет установлено 8 ледовых барельефов. А вот главной ели в Барнауле на площади Сахарова не будет. Без единой точки притяжения. Гостей притягивают на локальные площадки. Парки среди них в самом выгодном положении. Украсить почти всю аллею центральную. То есть это будет украшено иллюминацией, гирляндами. Первая елка – елка между детскими площадками. И елка последняя на центральной аллее, которая возле церкви находится. Световые фигуры у нас с прошлого года осталась. Талисман нашего парка – белочка. Вот эта белочка у нас так и будет. Дополнительно мы, опять же, в целях экономии не покупали в этом году. Изумрудные только начали украшать. Обещают и снежный лабиринт, и фотозону, и музыку в вечернее время. А Дед Мороз будет дежурить в парке со 2 по 9 января. Мы все в предчувствии Нового года. Это новое удивительное свершение, свершение всех наших мечтаний, желаний и побед. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком.